Син Цзиньпин призвал развивать пилотные зоны свободной торговли. Заместитель председателя КНР встретился с бывшим министром финансов США. Представители России и Китая обсудили медийное сотрудничество. Тувинский ансамбль горлового пения приехал на гастроли в Китай. Пришло время совершенствовать стратегии создания пилотных зон свободной торговли, обобщая накопленный опыт. С таким посланием председатель КНР Си Цзиньпин обратился к участникам конференции, которая прошла в Пекине в честь десятилетия китайских пилотных зон. Глава государства подчеркнул, что эти площадки должны играть ведущую роль при освоении новых территорий и решении сложных задач. По его словам, необходимо развивать общее планирование реформ и системную интеграцию, чтобы максимально усилить роль пилотных зон свободной торговли в инновационном промышленном развитии страны. Это поможет Поднебесной обеспечивать высокий уровень открытости в соответствии с международными экономическими и торговыми стандартами. Заместитель председателя КНР Ханьчжен обсудил китайско-американские связи с бывшим главой Минфина США Генри Полсоном. Представитель Поднебесной назвал их самыми важными двусторонними отношениями в мире. По словам политика, Пекин и Вашингтон должны развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям, чтобы укрепить мировую экономику. Ханьчжен добавил, что надеется на рост американских инвестиций в КНР на фоне восстановления после пандемии. Генри Полсон поделился оптимистичным взглядом на экономические перспективы Поднебесной. По мнению бывшего министра, две державы должны активнее сотрудничать в сферах торговли и борьбы с глобальными климатическими изменениями. Генри Полсон руководил крупнейшим инвестиционным банком Goldman Sachs, а потом возглавлял Министерство финансов США в администрации Джорджа Буша-младшего, в том числе во время мирового экономического кризиса. После ухода с этого поста бывший чиновник открыл аналитический центр с офисами в Вашингтоне и Пекине. В городе Нанкини, провинции Цзянсу, прошло 16-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ. На мероприятие съехалось более 50 представителей власти, центральных и региональных средств массовой информации из обеих стран. Участники заседания обсудили совместное создание контента и развитие медийной индустрии. По их словам, сотрудничество и обмен опытом на этих направлениях помогают противостоять манипуляции общественным мнением со стороны Запада. По итогам заседания страны согласовали более 70 совместных медиапроектов. Подкомиссия по сотрудничеству в области СМИ работает в рамках Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Москва и Пекин также обсудили двустороннее медийное взаимодействие на телевизионном фестивале стран ШОС. Российский квартет Хун-Ху-Рту из республики Тыва начал гастрольный тур по Поднебесной с выступления в Пекине. Концерт познакомил жителей китайской столицы с горловым пением Хо-Мей – древней вокальной техникой, которая позволяет одновременно брать две или три ноты. Разница между ними может достигать четырех октав. Это уникальное искусство развивалось тысячелетиями и берет начало в шаманских практиках кочевых народов. Благодаря коллективу Хун-Ху-Рту оно приобрело популярность по всему миру. В этом году группе исполняется 30 лет. Каждый певец, он по-своему приходит к Тыва-Мею. Лично меня, если касается, я пел, слушая моего дедушку, слушая моего дядю, с детства повторял просто. Получается, это как устное народное творчество. И там нет такого, что взял и начал его кого-то обучать. Ребенок слушает взрослых людей, повторяет втихаря где-нибудь в укромном месте и потихоньку начинает обтачивать свое мастерство. 8 лет назад группа Хун-Ху-Рту начала сотрудничать с китайской концертной компанией, которая стала организовывать ее гастроли по Поднебесной. Раньше группа давала более 200 концертов в год. Сейчас, из-за возраста участников, выступлений стало меньше. Мне эти люди напоминают перелетных птиц. Зимой они возвращаются на родину, чтобы отдохнуть, а весной снова в дорогу. Своим творчеством Хун-Ху-Рту показывает, что музыка – это дар природы. Мне очень нравится горловое пение, как вид искусства. Я узнала о группе Хун-Ху-Рту 4 года назад на концерте в Пекине. Потом была пандемия, мы никуда не выходили из дома. А теперь, когда жизнь вернулась в нормальное русло, я с радостью посетила их концерт еще раз. Они потрясающие. Я узнал о Хун-Ху-Рту из документальных фильмов и сразу стал ее фанатом. Это самая известная этногруппа в мире. Они мастера своего дела. После концерта в Пекине исполнители отправились в Су-Чжоу, Шэньчжэнь и Шанхай, чтобы познакомить еще больше жителей Китая с тувинским культурным наследием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова